Кай и Герда 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 Приказала снежная королева Ледяным осколком Кай и Герда Заклятие королевы, принесенное льдинками, проникло в глаза и сердце мальчика Кай и Герда Кай стал другим Герда спросила его, что случилось Но Кай прикрикнул на нее Ничего, все хорошо, оставь меня Это было странно Кай никогда не грубил Герде Она не могла понять, что с ним произошло И почему он стал так себя вести На следующее утро Кай вел себя так же жестоко Когда он достал свои санки Герда спросила, куда он едет Но он снова нагрубил ей А затем прыгнул в санки И уехал Герда побежала за ним, но не смогла догнать И вдруг из ниоткуда появилась снежная королева в ледяных санях И Кай последовал за ней Герда остолбенела И не могла ничего сделать, так как они скрылись из виду Снежная королева забрала его в свой ледяной замок Герда проводила дни напролет у своего окна Ожидая, что Кай вернется Прошли дни и месяцы Зима закончилась Но от Кая не было вестей Не в силах больше ждать Герда приняла решение Взяв с собой только зеркальце Которое бабушка дала ей Она пустилась в путь Чтобы найти своего названного братца Кая Смелая Герда прошла множество дорог И спрашивала каждого на своем пути Не видели ли они Кая В конце концов она оказалась на берегу реки Оглядевшись, Герда увидела, что вокруг не души И некого спросить о Кая Она спросила у реки Но река не ответила Вдруг Герда увидела рядом с собой у чайку Река тебе обязательно ответит Но ты должна подарить ей подарок Герда сняла свое любимое ожерелье И подарила его реке И тут случилось чудо Из ниоткуда появилась маленькая лодочка Герда подумала, что реке понравился ее подарок И она решила отплатить ей добром Едва Герда села в лодку Та сама отчалила от берега И поплыла Она переправила Герду на другой берег Девочка увидела таинственный сад Полный цветов Герда никогда в жизни не видела такой красоты Но чего-то не хватало Цветы не имели запаха Вскоре Герда увидела женщину Приближавшуюся к ней из глубины сада Здравствуй, моя дорогая маленькая девочка Она поприветствовала Герду широкой улыбкой И вдруг поняла, что снова чувствует запах цветов в своем саду Мне так жаль, что я вошла в ваш сад без разрешения Сказала Герда Ничего страшного, дорогая Пойдем, я рада, что ты пришла В моем саду так давно никого не было Скажи, что ты делаешь здесь совсем одна? Герда рассказала женщине, что ищет своего лучшего друга Кая И спросила, не слыхала ли та чего-нибудь о мальчике Но женщина сказала, что уже давно не видела в этих краях никого, кроме Герды Тогда мне нужно продолжить путь Я должна найти Кая как можно скорее Женщине не хотелось, чтобы Герда уходила И она решила схитрить Постой Кай, дай подумать Может быть, я и видела его Герда тут же рассказала ей все А когда садовница услышала о снежной королеве, она очень разволновалась Снежная королева? Это очень далеко отсюда И так холодно, из-за нее мои цветы не пахли годами И тут женщина начала мимоходом расчесывать волосы Герды гребнем Герда удивилась этому, но не стала возражать Девочка не знала, что это был волшебный гребень Этот гребень заставил Герду уснуть и забыть обо всем На сердце у нее стало радостно и легко Садовница не была злой колдуньей Она просто не хотела отпускать гостью Проснувшись от сладкого сна, Герда не помнила ничего Даже того, зачем она здесь и как сюда попала Но увидев розы на шляпе у женщины, она вдруг вспомнила все Никакое волшебство не могло преодолеть силу любви Герда не знала, как долго она пробыла в сонном саду Но ее воспоминания внезапно вернулись Она тут же побежала к берегу Лодочка ждала ее Герда оказалась в замешательстве Не зная, куда плыть и где искать друга В этот момент ворон пролетел над ее головой Казалось, что он хочет что-то сказать Герда последовала за ним Она плыла за вороном, пока не достигла ледяных морей Прямо посреди льда стоял пиратский корабль На котором и приземлился ворон Герда последовала за ним И взошла на корабль Может быть я так доберусь до дворца королевы На пиратском корабле? И вдруг на палубе перед Гердой возникли пираты И маленькая пиратка подошла к девочке Ты поплывешь туда, куда поплывем мы А это значит, ты поплывешь никуда Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Тем временем снежная королева пыталась заставить Кая забыть прошлое У нее получилось Но что бы она ни делала, Герда не выходила из памяти Кая Герда, ах Герда Скоро твое сердце превратится в лед И ты не вспомнишь о ней Когда пиратка узнала, что друг Герды, Кай Томится в замке снежной королевы Она посоветовала Герде забыть о нем Сказав, что оттуда нет пути назад Я не могу забыть его Он мой лучший друг Ответила Герда Пиратка не могла понять настойчивости Герды Ей хотелось, чтобы Герда осталась и стала ей другом Но Герда думала только о Кае Я сделаю все, что в моих силах, чтобы спасти его У пиратки никогда не было друзей Она восхитилась решимостью Герды И захотела помочь ей На следующий день на рассвете Пиратка привела к Герде северного оленя Это был самый быстрый северный олень в снежном королевстве И он знал путь к снежной королеве Пообещай, что ты доберешься до этой ледяной ведьмы Тогда и наш корабль будет спасен Я обещаю, я отплачу тебе за твою доброту Ответила Герда Верхом на оленя Герда отправилась в путь Олень хотел показать ей, как победить снежную королеву После долгого путешествия они достигли северного полюса Мудрый старик принял их в своем доме Что ж, ты принесла с собой зеркало, а? Герда не могла понять, как старик узнал о ее зеркале Но она чувствовала, что пришла в правильное место Что ж, она достала зеркало и показала старику Неужели я могу победить снежную королеву при помощи этого? Это волшебное зеркало Оно показывает правду и ничего, кроме правды Даже если она глубоко внутри Нет ничего сильнее настоящей любви Настоящая сила каждого из нас — это любовь Благодаря старику Герда узнала, кем была снежная королева Если бы она смогла при помощи зеркала напомнить эту правду королеве Она могла победить ее Когда-то давно снежная королева была хорошей девочкой Полной любви От ее прикосновения расцветали цветы А смеющиеся глаза ее сияли ярче солнца Она была особенной и счастливой девочкой И звали ее Лила Но все вокруг думали, что она маленькая ведьма Не играли с ней и даже не разговаривали Оставшись совсем одна Пусть все, кто что-то значит для меня превратятся в лед И тогда она построила замок из снега И поселилась в нем далеко от всех Совсем одна, без любви и радости Герда добралась до замка королевы И вошла внутрь Она увидела Кая в одном из углов Он делал ледяные скульптуры Ты здесь! Я нашла тебя! Кай! Это я! Герда! Ты помнишь меня? Кай посмотрел на Герду Но не узнал ее Ха-ха-ха-ха-ха! Его сердце, как и все здесь, превратилось в лед Герда не обратила внимания на слова королевы Отстань от него! Он мой! Иначе я и тебя превращу в лед Нет! Вы этого не сделаете! Кай! Я люблю тебя! Кай стал медленно вспоминать Герда! Да! Я помню тебя! Вне себя от гнева Снежная королева взмахнула своим жезлом Со скоростью света И направила на Герду свое ледяное заклятие Но как раз в этот момент Герда достала свое зеркало Ударившись о зеркало Заклятие исчезло И вдруг Снежная королева Нечаянно взглянула в зеркало Герды И увидела свое отражение в нем Это было лицо маленькой девочки Лицо Лилы И тут Снежная королева снова превратилась В маленькую любящую Лилу Спасибо большое! Я вспомнила, кто я на самом деле! Я снова свободна! Прощайте! Кай и Герда посмотрели друг на друга И улыбнулись С этого момента они не расставались никогда Они выросли вместе Так же, как розы Которые когда-то Посадили у себя во дворе Когда-то Жил на свете доктор по имени Гулливер Однажды, не найдя работы в городе Он устроился служить на корабле С этого момента И начались его удивительные приключения Сначала все было как нельзя лучше Он привыкал к своей новой корабельной жизни Но однажды случился сильный шторм Несколько часов экипаж корабля сражался с огромными волнами Но стихия оказалась сильнее Корабль перевернулся Гулливер и еще несколько человек из экипажа Смогли прыгнуть в шлюпку До того, как корабль пошел ко дну Вскоре после этого Корабль исчез под водой Но шлюпка не выдержала натиска бури Большая волна накрыла ее Много часов подряд Гулливер греб по волнам Пытаясь выжить В конце концов течение прибило его к берегу Изможденного и продрогшего Он не знал, где находится Да и сил на то, чтобы думать об этом у него не было Оказавшись на берегу Гулливер потерял сознание А когда очнулся Обнаружил себя связанным по рукам и ногам Вокруг него суетились крошечные человечки Каждый размером с его ладонь Гулливер смотрел на этих маленьких человечков с изумлением И с таким же изумлением они смотрели на него Вдруг Гулливер почувствовал покалывание по всему телу Приподняв голову, он посмотрел Что бы это могло быть И заметил, что все его тело утыкано маленькими стрелами И напуганные маленькие человечки Продолжали стрелять в него из своих крошечных луков Пожалуйста, остановитесь Я не обижу вас Несколько дней человечки держали Гулливера на берегу связанным Они давали ему еду и воду Через некоторое время они погрузили его на телегу, запряженную сотнями маленьких лошадей И повезли в город Гулливер оказался в стране Лилипутии Лилипуты приготовили для него самое большое здание в городе Но ему все равно пришлось опуститься на четвереньки, чтобы попасть внутрь Увидев, что Гулливер не собирается причинять никому вреда Лилипуты решили представить его королю Король, познакомившись с Гулливером, разрешил ему остаться Но наказал работать и помогать Лилипутам во всех городских делах Гулливер подписал бумагу На которой разъяснялось, что ему можно и чего нельзя Например, если он хотел взять кого-то на руки Ему нужно было попросить разрешения На таких условиях Гулливер начал жить в Лилипутии Он помогал реставрировать дома и поставлять жителям воду Пожив несколько дней в Лилипути, Гулливер узнал, что у страны есть большая проблема Армия соседнего государства давно собиралась захватить страну маленьких человечков И готовилась к войне Узнав об этом, Гулливер поспешил к королю и предложил свою помощь Я могу помочь вам, ваше величество Король был счастлив принять предложение Гулливера Тем временем корабли соседних государств заканчивали приготовление к атаке Они ожидали команды, чтобы направиться в Лилипутию От такой новости все жители страны ужасно взволновались Для Гулливера же эта война не представляла никакой трудности Он попросил лилипутов добыть ему много канатов Соединил их вместе И у него получилась длинная и крепкая веревка В полночь он взял с собой эту веревку и отправился на другое побережье Ему удалось добраться до вражеского порта незамеченным Он связал все корабли друг с другом И одним движением руки перегнал их к берегам Лилипутии Немногочисленные ночные дозорные, которые должны были охранять корабли Попали в плен к лилипутам Жителям маленькой страны больше не угрожала опасность Они посадили в тюрьму вражеских солдат И им было больше нечего бояться Король поблагодарил Гулливера и наградил его Гулливеру было приятно оправдать доверие короля Спустя некоторое время в замке начался пожар Узнав об этом, Гулливер тут же взял один из кораблей в порту Заполнил водой и потушил пожар Гулливеру прекрасно жилось в Лилипутии, и король любил его Он всегда советовался с Гулливером, прежде чем принять решение Конечно же, это стало раздражать других советников короля Они стали завидовать Гулливеру Ваше Величество, ходят слухи, что Гулливер планирует занять ваш трон И стать королем Лилипутии Правда? Да, мой король, мы все знаем, как он силен Мы не сможем защититься, если он нападет на нас Мы не можем жить в страхе Народ тоже опасается его Король очень взволновался, услышав такие вести Он решил наказать Гулливера Учитывая его былые заслуги, я не могу казнить его Он будет ослеплен и изгнан из Лилипутии и лишен пропитания Услышав о решении короля, один из придворных, искренне любивший Гулливера, побежал к нему и рассказал обо всем Я могу поговорить с королем Но решение было принято, и король не намеревался менять его Гулливер понял, что единственным правильным решением будет уйти Ночью он забрал вражеские корабли и отправился на соседний остров, где жили враги лилипутов Увидев, что Гулливер вернул корабли, жители острова поняли, что он пришел с миром Гулливера представили королю, который радушно принял его Тогда Гулливер рассказал о том, что с ним случилось Король сказал Гулливеру, что тот может остаться на острове столько, сколько пожелает Гулливер был удивлен таким гостеприимством к человеку, укравшему их корабли Ведь в Лилипутии его встретили когда-то совсем иначе Ночь он провел на берегу, так как на острове не нашлось достаточно большого дома Жители Лилипутии думают, что здесь живут враги, но оказывается, они хорошие люди Однажды прогуливаясь на берегу, Гулливер увидел лодку Он понял, что это та самая лодка, на которой он бежал с потонувшего корабля Вот к какому берегу прибило течение в нашу лодку Гулливер тут же направился к королю и попросил найти для него помощников Вместе они принялись чинить лодку И через пару дней она была готова к путешествиям Гулливер был счастлив, ведь он наконец-то мог покинуть королевство маленьких человечков И отправиться домой Он поблагодарил короля и всех, кто помогал ему Но его ждали суровые испытания на столь маленьком суденышке в таком огромном океане Даже маленький шторм потопит мою лодку Через пару дней в океане Гулливер увидел корабль Он стал звать о помощи Эй! Эй, вы там! Помогите мне! Эй! Эй! Наконец люди на корабле услышали его Они подплыли ближе к лодке и подобрали Гулливера Так Гулливер был спасен Он с нетерпением ждал, когда сможет рассказать близким обо всем, что случилось О маленьких человечках, лилипутии Враждующих королях Он усмехался, думая о том, что вряд ли ему кто-нибудь поверит Гулливер был счастлив вернуться домой И увидеть свою семью Но он также знал, что его ждет еще много приключений В Большом океане Гулливер Гулливер Гулливер